Мы как-то определили вязкость, у тебя выравнение слышно. Как это может получиться? Естественно, у нас появление вязкости как-то изменить выравнение этого. Вообще, на самом деле, вязкость связана с изменением за счет добавок функции распределения тензородавления. Значит, из общих соображений тензородавления, который напомнил нас общее определение его, то, что вот такое вот единицу на массу, вязко, 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 вязко. Тензородавление будет состоять из глубочей стены. Ну и связаны с локами равновесной функции распределения. То есть добавочки маленькие. А маленькие добавочки это то, что идет от функции распределения. И это та добавочка, которая будет связана у нас просто с связностью. На правдорезке, на правдорезке, после восприятия, писали, где у вас с вами занимается давление, на правдорезке, на правдорезке. При этом у родителям умали совершенно очевидно, что это на самом деле симметрично. Смена E на E ничего не меняет совершенно очевидно. Безусловно, про любое, все, что с равновеской функцией распределения было связано, тоже симметрично. Значит, и все, что связано с добавкой, функцией распределения тоже симметрично. Более того, совершенно очевидно, что, вот смотрите, у нас добавочка функция распределения в случае, если мы будем учитывать, ну, градиенты скоростей, будет линейно по градиенту скоростей. Вот этот функционал у линей, значит, добавочка точно так же, как у нас у градиента температуры была линейна по градиенту температуры, точно так же для градиента скоростей она будет линейна по градиенту скоростей. Теперь давайте попробуем в каком-нибудь общем виде записать вот это вот, добавить вот это уголение, чтобы она у нас была линейна по градиенту скоростей и в то же время была симметричным тензом. Ну, какие комбинации из производных от скорости, но координации можно придумать, чтобы они не симметричные были, с коэффициентом А, но коэффициент ничего не может, прям просто структуру метается, понимаете? Вот видите, вот симметричный тензор из производных от скоростей по координатам. Правда? Симметричен и, ну говоря, производные по координатам от скоростей входят линейным образом. Плюс, какую еще комбинацию можно придумать, чтобы производные по координатам от скорости входили и симметричный тензор. Вот так, формально. Ну вот, вот этот вот симметричный, не имеет это производство от скоростей. Ну, вообще говоря, не диагоналит. Еще можно симметричный придумать. Правда, он диагоналит не имеет. 20 диагоналит, значит, это реализован. Еще надо, чтобы линейно, линейно входили, линейно входили в производные скорости. Что? Придумать от скоростей. Придумать от скоростей. Придумать от скоростей. Ну, что-то не равноправно все входили. Совершенно очевидно. Ну, просто как произведение, да. Ну, просто как произведение, да. Деверменция. Деверменция. Другое вы не придумаете, по той простой причине, что, ну, вот, как мы тензор на это вынесли, вот это должен, конечно, скалярно, пускай растяло научиться. Понятно? Понятно? Ну, значит, как бы, не придумайте мы ничего, кроме скалярного произведения надо, но вам нет. А иначе компонент будет расслаблен, да. И не будет диагоналит. Все. На самом деле, вот по структуре, вы как бы больше ничего не сможете придумать. Линейным образом производные от скоростей входили. Вот. И чтобы синетричный таз. Вот. Совершенно общий. Линейным образом производные коэффицианты. Вот немножечко перебышим, да. Переопределим группочки а и б. Вот. По-другому обозначим коэффицианты. Минус. Исторически сложнуюсь. И дальше даже будет понятно, почему исторически так сложнуюсь. Два. Минус. Минус. Две. Три. Вот. Три. Минус. 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 Но, на самом деле, понятно, что мы просто переопределили константы. Некоторую часть с дивергенцией, ну, диагональную часть, воткнули в первое оставляемое, а еще оставили в половую часть. Вот исторически так сложилось. Вот это вот называют первой вязкостью, вот это вот второй вязкостью. Достаточно часто вторая вязкость просто равняется мою. Ну, на самом деле, в принципе, могут быть делее вязкости. Ну, и смысл простой. Сейчас абсолютно такие же рассуждения. Вот мы когда получали уравнение Эля из реального этого внимания, мы, на самом деле, его получали вот так. Уравнение на, как бы говоря, связанное с законом сохранения вируса, мы подставляли в качестве тензоразбавления. Вот если мы к вот этому тензоразбавлению, от равновесной функции распределения, добавим вот такую вот добавочку чисто формаль. И когда у нас это и все некоторые буквочки, некоторые феноменологические коэффициенты, первая и вторая вязкость. То у нас, естественно, уравнение Эля изменится. Вот давайте уравнение, которое получится, выпишем. Вот давайте в левую часть перенесу все из уравнения Эля. Теперь, без точечки, в производстве, в это время, плюс 2-2-1, так, плюс 2-2-1, так, плюс 2-2-1-2, так, плюс 1-2. Замешивайте вот эту линию на 5, плюс это вот уравнение, это просто равняется нулю. Теперь у нас от тензорного давления, от добавочки к тензорному давлению возникли добавочки, связанные с вязкостью. Замешивайте кинематическую вязкость. Дело в том, что вот эти вот вязкости завсегда пропорциональны плотностью. Продвинение плотности они себе не будут, а вот эти динамические вязкости называются. Если мы разделим их на плотность, получится кинематические вязкости, они уже от плотности зависит от уровня. Вот они чаще всего с правой сейчас прибываются. Поэтому давайте разведем μ равное, это подвели на плотность, как форму нужно писать, это μ равное. Это масса, это масса частиц, но это не концентрация частиц. Это совершенно очевидно плотность. И мы идем в дорогую кинематическую вязкость, которая есть в силу. И уже через эти вязкости определим все, что происходит в половую часть уравнения, tragen polter 2 или 2 или 2. Так? И минус 1. Смотрите. И каждая граньер, а клиренг сред The. Благодаря так presence. Благодаря смесь. Плюс, вторая вязкость, филоматическая, одна-два, одна-два, вот записанная уравнение. Чаще всего вот это уравнение гонится и для газа, и для жидкости. И учитывая, ну и процесс, процессы, ну и говоря, переноса, и учитывая процессы диссипации за счет вязкости. Можно добавить. Более того, в принципе, оно учитывает всевозможные нехренные процессы. Мы видим, что из вот этого рота одно можно выделить. Давайте теперь рассмотрим, что будет для этого уравнения, если мы будем рассматривать, не сжимаемую жидкость. Так, нажимаем эту жидкость. Н обвиняется константой. Концентрация частиц константы. И не зависит ни от выделения, ни от координат. Давайте смотреть сюда. На уравнение непрерывности. Если р константна, то рмпт равняется 0 и вообще говоря, произойдем по координатам, а то равняется 0, но считается, что дивергенция можно вытащить. И получим, что у нас дивергенция 0 равняется 0. вот если вот в этом уравнении сразу же надо положить равную рулю вот это вот так называемое уравнение для нежелаемой жидкости которое служит основой гипердинамики нежелаемой жидкости уравнение, как мы видим, вообще говоря, не линейное содержит в том числе и невозможные вихренные автоматы на самом деле это не линейное уравнение содержит все, в том числе так до конца и не отписанное для отъявления развитой гидродинамической турбулентности на самом деле уравнение тут без проблем записать и даже в настоящий момент не очень сложно на машине проанализировать как бы с интересующими ограниченными условиями сложнее выделить какие-то вот характерные особенности и аналитически получить соответствующие особенности то есть вот аналитически получить размеры соответствующих вихревых всевозможных структур, которые могут получаться в данном уровне, так сказать, времена и характерные развивающие возможности неустойчивости и т.д. в этом смысле развитая гидродинамическая турбулентность до конца вообще, говоря, не описывает теоретический процесс хотя вот он повез в усеки вот на линейное уравнение но вы его аналитически решать не было бы вопросов но линейное уравнение просто никакие аналитически не решаются но ваша задача сейчас попробовать определить вот в каком-то приближении соответствующие, как говорится, первое из двух – грязь давайте попробуем это сделать, опять действуем но и точно так же, как и для этой пропорции действуем о, уравнение у нас написано, так значит, опять-таки, внешние поля нас сейчас не интересуют градиенты температуры нас сейчас не интересуют мы все, что градиенты температуры уже учли они у нас просто эффективно сложатся понадобятся, но и то, и другое, например, мы учтем все, что нужно полностью переказывать вот, опять-таки, работаем в системе, в координатах в такой системе координат, который привязан к объявляющимся объемчику газа в этом смысле ну, это уравняется нулю но производная не уравняется нулю как дивергенция будет нулю не уравняется все, давайте тогда смотреть, как будет выглядеть уравнение и давайте сразу определим, в каком виде мы будем выскать вот эту бомбочку фи он бомбочку фи будет выскать в следующую уравнение у нас сейчас с собой если у меня есть ну, давайте еще ну, кучку фи вот в таком вот фи ясно, что нам надо Вот у нас все, видите, мы меняем образ, мы зависим от граниентной скорости, оттензора. Граниентной скорости. Значит, на ферме надо как-то вынести в качестве мозга. Но обратите внимание, губочка физка, а, вообще от того понят, не зависит. Значит, наверное, нам надо с чем-то свернуть, чтобы мы не сделаем. Ну, давай нет, и сделаем. Коэффициент вот так. Знаете? П. Ну, то есть, что мы с граниентами температуры делаем, и мы у нас сохранились. Вот нам надо, значит, так вот проделать с граниентами скоростей. Ну, где бои и при этом вообще говорят, что граниент не подразумевается безусловно, что вообще от граниент у нас ничего не осталось. Ну, и все, подставляем все это дело в гармонию вот так вот. Потому что давайте запишем, чему они у нас, как у нас будет выделить, как у нас будет выделить, как у нас будет выделить. Вот. Вот. Из линейного функционала но вы и йод вынесет. Он у нас не имеет. Вынесет с инструкцию, но вы и йод, вы и йод и тыкрус, он не зависит. Выносится полностью, ворудовав, в качестве граниентного. И сократится свой йод, входящий сюда. Значит, у нас будет функционал уже только в жирный йод. Ну, сам по себе вообще говорят, что граниент. А граниент. Вот левая часть, что у нас остается. Для этого нет. Для этого нет. Вот остается вот это вот что. Для бубка . Пи это просто импульс. Все. Уровняется. Так. Извиняется трансфер. Это. А здесь будет. Прямь. 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 Немь. Немь. Прямь. Прямь. Немь. Немь. Валерий. 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 Вот мы получили знак внутреннего мнения на определённое G и Y. Вообще говоря, дальше необходимо забывать вероятность рассерния. Значит, подставлять вместо жей ее к полиному, в некоторых периодах, опять-таки, чаще всего, полиномные объекты, которые мы с ним можем сделать, чем мы делаем. И находить коэффициенты разложения полинома, обычно оставляя лишь несколько первых четырех разложений. Вы тогда потребите жизнью. Опять-таки, мы с вами это делать не будем, это слишком громоздко и свободно делать. Поэтому мы опять воспользуемся продвижением временной революции. Я справлял, может быть, в соответствии с продвижением. Опять-таки, сейчас мы увидим, что снова возникнет абсолютно точно такая же ситуация, как мы увидели на пределе, на примере теплопробованности. Вот. Я спирал столкновения. Пять. Дальше можно было поставить. Минус. Продвижение времени революции. То есть, что, по-моему, какой-то. Да. Характерное время революции. Ну, по-моему. Пять-таки, мы пишем, чтобы подознать и что это время революции связано с ястостью. Революция. Это дектр-ф. Дектр-ф у нас сейчас вот так вот выглядит вот. Дектр-ф у нас сейчас вот так выглядит. в X-H0. В X-H0, значит там буквы метки F, у нас будет V-H0. С другой стороны у нас интеграция в X-H0. В X-H0 вот как мы вот F0 и F0 и F0 и F0 и F0 и F0 и F0 у нас вот он так интеграл столько на веру у нас есть F0 и F0 и F0 в санартный момент опять и F0 190 и F0 и F0 получается минус F0 209 поделили на военность салцизм опять абсолютно такая ситуация Ну отсюда заменяем. Всё, вы давайте здесь сосчитаем тензор. Если у вас поправить, так, если у вас проблемы есть. Давайте считаем, что B идёт маленьким. Продолжение следует... В 35-е годы у нас сверху моря наносили, а все у него в 15-е годы у нас. Понимаете, будет дело 25-е годы. Рагест в квадрате температуры. Рагест в квадрате температуры. Рагест в квадрате температуры. Принятые приюты вот это вот. Вот то, что он здесь стоит, нам надо обозначить другими буквочками. Оно вот с этими людьми и ё как-то совпадает. Только давайте это А и В, чтобы обозначить. Дагестан будет V, V, V. Минус V в квадрате температуры – V, V, V. V – 0. V – R. D – V. И ещё V – J. У нас было как-то сустав V – AB. И я обозначил N. Все. Ну, начнем. Ситуация простая. Вот сейчас у нас вот такая вот вещь. П и В. Время это. Некоторая страшная тема наша с четырехминдцем повезти. Или вот АВ. Вот. На ВАВ. И вот это вот. Вот такая вот дробь. Мы здесь обозначили полночкой А. Время содержит, как бы, четыре пинтеза. Давайте попробуем восстановить тензованную структуру. Тензованную структуру. Вот это вот тензора с четырехминдцем. Вот смотрите на экран. Значит, первое, что мы видим. Вот этот тензор у нас симметричен по индексам И и Й. Второе, что мы с вами видим. У нас этот тензор симметричен по индексам А и В. Равноправно они находятся. Наконец, третье, что мы видим. У нас этот тензор, на самом деле, дает шпур, равная двою, по индексам А и В. Шпур А, В. А, В. Равноправно. Ну, почему? Ну, почему? Что-то, что-то примерно. Если шпуру возьмете по А и В, то у вас, как бы, то у вас вот это вот сократится. Ну, потому что шпура взяет эту троечку, а с этой троечкой сопротивляться, а здесь возникнет трёх квадратик, трёх квадратик, что вы найдете. Так. На самом деле, это уже полностью достаточно, чтобы свести вот этот у нас, как бы, тензор. Тензоровую структуру в реальном виде выделить и свести, когда касать. Почему? Ну, вот смотрите. Ещё какая-то ситуация. Когда у нас этот интеграм отключен от руля. Вот смотрите. Вот, как бы, если у нас какая-то из компонент будет входить в не тёрные стены. Ну, а все другие компоненты каким-то образом входят. То тогда я гарантирую, что этот интеграм радует. Правильно? Да. Хорошо. Значит, ситуация простая. У нас здесь, возможно, такая ситуация, как интеграл отключен от нуля, когда любые компоненты входят в чёрное число раз. Так вот, на самом деле, для тензора, я сейчас сразу восстановлю тензорную звуку. А, б. 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 Симетричен по А, Б, совершенно очевидно, да, кроме того, он у нас говорит, что у нас либо А равняется и А, Ё равняется, либо наоборот, тогда все компоненты входят в импульсы, квадратичный могут, да, и все. А теперь нам необходимо обеспечить еще, то есть еще такую же похожую бабочку написать, вот нам еще необходимо обеспечить шкур по А, Б, равняется 0, вот с этого шкур по А, Б, не равняется 0, значит еще что-то нам необходимо написать. Но чтобы тоже дельта-функции были, обеспечивающие квадратичность вхождения в импульсах, как все компоненты в импульсах, две третих, вот дельта, Ё, дельта, А, Б. Вот это вот слогание, оно опять-таки симметрично по А, и Ё, симметрично по А, Б, оно у нас обеспечивает, чтобы все компоненты в импульсах под импульсах входили квадратичным образом. И равняется 0, и да, равняется 2, ну и отлично. А заодно оно у нас обеспечивает, сокращаясь вот с этими двумя слогами, когда мы пишем по А, Б, да. Все. По-другому, никак вы записать не сможете, вот с этими двумя слогами, симметрично с ТАП, шкур, ОАП, обладающие целую. И еще, чтобы у вас обязательно квадратичные наказы, все компоненты в импульсах входили в квадратичную, в любую четвертую степень. Ну, ладно. Все. Итак, у нас все смелось к одной неизвестной подстане. Эту. Вот ее сейчас мы с вами определим, во-первых, сразу же убедимся, что у нас есть та самая первая гастность, которую мы с вами уже записываем. Ну, как без проблем, вот просто подставляем вот сюда, в интеграл для выражения, для П и Й. Мы мгновенно видим, вот если вместо А мы подставим вот такую штуку, что это есть и что иное, это мы с вами не писали. Вот, что появилось. Продолжение следует... Но если мы сравним с тем, как мы с вами выводили определение первой и второй вязкости, то тогда вот эта кнопочка пятна, которую мы здесь видим в качестве графицирован, это как раз и есть первая вязкость, а вторая вязкость у нас получилась строго равная 0. Так, в линейном приближении вторая вязкость просто равная 0 получается. В следующем приближении может быть и отлично. Но на самом деле не только в линейном приближении. Мы с вами сделаем приближение времени ревансации. Правильно я сказал. В приближении времени ревансации вторая вязкость равная 0. Теперь последнее, что осталось. Осталось считать первую вязкость. Значит, как это будем делать, чтобы константу просто выделить? Вот из этого я играл. Давайте следующим образом это сделаем. Вот давайте свернем, вот так сделаем. Так, как бы. А, и вот. А прям. Вот там у нас в виде графа записывалась здесь. Сделаем так. До множества. До множества. Модель-то и так. Дельта. 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 Вот. Вот. Вот повторяющиеся дыксом. Сумуяна. Вот, да. Вот. Вот это вот выкаживание сверачилия. И дальше так же сверачилия, будто предъявилия через интеграмы. Сворачилия. Тогда после сворота у вас все интеграмы, будет одинаково. И сразу уже сможете определить коэффициент 5. В результате коэффициент 5, что у вас выбор следующий. что у вас? На противной на entender. На 18. . Наなんте наедрto. А интегралы все внутренние два, у меня вот такой вот вещь. В B4 на C0. В B5 наберется интеграл, избавляетесь от B4, вариант 6. Равняется на концентрацию частицы. Равняется на концентрацию частицы. Итак, это вашу первую вязкость динамическую. Давайте рассчитаем свою первую вязкость динамическую. Равняется динамическую. Равняется на концентреции. Контурирование. Равняется на концентреции. К сожалению, опять-таки, ситуация снова такая, формулу-то мы получили, но, на самом деле, для экспериментации такая формула не даёт ничего, поскольку вы не можете из-за неё понять, как от температуры у вас вязкость зависит. По той простой причине, что вот это может сильно зависеть от температуры. Время реалансации за счёт вязкости может совершенно зависеть от температуры. В этом смысле, конечно, проблежение времени реалансации мне очень удовлетворительно. А именно надо вот это вот уравнение решать, как бы, вот это вот уравнение, а то уравнение, где и ваше, можно было бы, допустим, решать методом, как бы, разложения по правилам. Тогда вы, соответственно, определите разумную температуру и зависит. Он, в общем-то, достаточно сложный. Надо задавать конкретный закон столкновения частиц. Мы бы из квантовых инфаграмов воспроизводили, которые, вероятно, стоят силы. Если вы квантовые имеющиеся хотите считать, но вы сможете продвинуться. Как это считать мы с вами? То есть уже, вроде бы, даже в уме, но доведение до конца достаточно громоздко и не может быть. Если бы тут рассказываться. Вот так, с мязкостью. Ну, вроде бы, ну, сколько делал заплачение. Давайте просто совсем чуть-чуть, я расскажу, как в общем случае делается разложение по правилам. А также работа в том случае, когда невозможно пользоваться, невозможно пользоваться идеей о локальном равновесном состоянии. Вот, когда для функции, когда, вот, поправочка функции раскрепления уже не может считаться маленькой. Что отлично? ПоСТАНТОВ ОТОН 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 СВ кадром ОТОН 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 Совсем сфотографическим. Совсем сфотографическим. Но волеторальные штуки, которые мы говорили раньше, метод подробно располагали. Потому что это их располагает реальность. Они конкретно эти проценты считают на машинах примерно такими способами. Для теоретика министерного цена, для геологического расчета, в общем-то, это может быть не очень нужно. Поэтому совсем быстро и сфотографически. И вот мы с вами рассматриваем все время ситуацию, когда можно применять идею о локально равновесном состоянии. Когда у вас неоднородности в газе, размер их можно больше длины свободного пробега. Ну и более того, я говорил, что вообще говоря, там можно говорить про число Круцина, которое есть отношение, ну просто длины свободного пробега. То есть характерно, характерно неоднородность, он в газах, он в жидкости. Вот мы с вами работали с локально равновесным состоянием, когда вот это вот первое число Круцина, но оно очень меньше. Причем, безусловно, уравнение пользования, вот вообще говоря, вообще применимо только в условиях, когда разница в углубленности в углу пробега, мы по-прежнему будем именно на среднем пределах работать. Вообще в газах и в жидкостях по большей части пределы весьма хорошо выполняется. А вот число Круцина может быть и порядка единицы, и даже больше, и делиться в ситуациях, когда у вас есть никакие стерки, есть ударные волны у этих стен. Если вы рассматриваете что-то вдалеку, мы будем говорить, от стенки и от поверхности разрыва ударной волны, то тогда можно использовать и просто приближение локального равновесия, можно записывать уравнение на Е-Стукса и анализировать, грубо говоря, соответствующую ударную волну. Вблизи же разрыва ударной волны у вас вот это вот неравенство нарушается, и даже может оказаться в обратную сторону. То есть число Круцина может оказаться много больше. И вообще говоря, что приближение локального равновесия, оно в этом случае не годится, и не годится вот такое вот приближение, когда это рев можно считать маленьким, если вы не сможете. Но в этом случае, ну как бы, не можете вы, во-первых, ограничиваться линейными, вот такая вот бабочка, где вообще вот метод изложенный, изложенный, вот только что он вообще, говоря, не видит. Но если у вас, да, больше не порядка единицы, что происходит с ним, больше не порядка единицы, вы можете считать, что у вас, ну, до некоторой степени, функция распределения похожа на равновесную функцию распределения. И оказывается, что это почти всегда так. А именно тогда вы должны действовать сметочную функцию. Вот давайте берем эту функцию распределения. И раскладываем ее по поленомовой ритм. И от нуля до, ну, вообще, в принципе, будет искренность. А, Б, Д, Н, И, И. Где равновесная функция распределения? Мы будем с вами слайд F разделить 0,2 и Ft, с этими 3 вторых, 3 вторых, эксперимент минус T минус Nt, а теперь паримов, рут, 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 аш, а вот здесь я записал еще дополнительную вещь, индексы здесь записал, вот такого вот приведения, ну давайте так, вот я приведу в старый, L за того, что я не обидел, а здесь идут индексы и L, минус Nt, минус Nt, минус Nt, минус Nt, минус Nt, минус Nt вcu. Baimru indications прик родители минус Nt. Тめ ji valifier Вон, на самом деле это по полиному по степеням дипусы, а не по степеням безразвязанных примеров С, которые здесь. Значит смысл, смысл простой. Сейчас я установлю артогональность и запишу для полиномок. У меня артогональность с весом в виде разновесной функции распределения. Давайте первое полиномо. На самом деле кроме первого полинома H0, вот просто равняется людьми. Наш первый, или как бы, равняется в виде просто. Он равняется все хитрышки. Наш второй или как бы, варианта сливок и сливок в нем, в виде кредит мы начнем с вашей Затопила этого вообще никогда не выходит. Так очень нравится, как вы видите. Сверху. Сверху. Нурнус. Несной. Модель 2А. Нурнус. Ц. Й. Нурнус. 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 И еще трилив наше станет. Нурнус. Мы это как-нибудь условно определились. Разница. Огронны. Нурнус. 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 Один. Нурнус. Нурнус. Продолжение следует... празднуют в районную учрежденцию, а дальше будет стоять вот так. 1, 2, 3, здесь это 3, 1, 1, 1, 1, 1, 2, и N, и N, где B и J просто означают всевозможные перестановки I и J. Понятно? То есть перебирайте всевозможные комбинации D и D и J между I и J. Всё. Ортоконально просто между собой смесно были равновесны функции распределения. Практически обычно ограничиваются тремя определёнными предлами. То есть функции распределения нельзя. Функции распределения. Рассматривать сумму из четырёх слагаемых, а бывает даже из трёх слагаемых. Давайте рассмотрим, что будет, если рассмотреть сумму из четырёх слагаемых. Она значит функцию распределения. Ну и пользуются ортокональностью соответствующих поленомов, когда вы подставляете эту функцию распределения в уравнение боль. Они скажут, давайте функцию распределения будут пишут, где первые три слагаемых выписаны. Ура. Продолжение следует... 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 Это просто кинетическая реальность. В этом смысле одна из компонентов из шести штук, на самом деле она просто есть энергия, которую мы с вами отдельно определили, но через температуру запределяться. В этом смысле у нас независимых компонентов, независимых моментов всего оказывается. 5 штук у нас было, плюс 5 штук в ПИЁ, плюс 3 штуки в КУИЁ. Итого 13 независимых моментов. Вот как мы составляем эти 13 независимых моментов, вот у вас функция распределения сюда входит в КУИЁ, определяется. КУИЁ записываете через нее уже, у вас получается некоторая система замкнутых уравнений на эти 13 моментов. Вот это вот 13 моментов и приближение ГРЭТ называется. Вот, значит, первые уравнения, которые связаны с интегрированием по первым, интеграл столкновений с первыми, с первыми полиномами Ормит. На самом деле, в этом случае интеграл столкновений, проинтегрированный с первыми полиномами Ормит, с константой, с импульсом в первой степени и с ПФ квадратным 2М. Он дает 0. Вот, вот, итак, первые, первые три уравнения, возникающие в системе уравнений, если подставлять вот такую функцию распределения в уравнение Польсмана, они выглядят, ну, тут похожи. Ну, первое, это лишь просто уравнованное приоритет. Я еще раз это делал, потому что следующее более аккуратно уравнованное выписание. Уравнованное приоритетом на скорость. У нас скорость. У, с точечками. Давай, опять, пахнем. И, три. И я точечка в данном случае подразумеваю производную по времени, по явной, зависимости от появления полной, так и, так и. ну, ну, нам, ну, уравнение киеве, а теперь плюс, к н, к н, Обратите внимание, мы не расписываем через тензор давления в возникающих медиальным случаях. Он у нас остается, он у нас неизвестна величина подбежащего давления, мы на руку отдельное уравнение запишем. Итак, вес уравнения элера, вот такая штука возникает через тензор давления. Неизвестная пока величина. Переноса тепла по уравнению. Вместо уравнения переноса тепла по уравнению. Вместо уравнение переноса тепла по уравнению. Вместо уравнение переноса тепла по уравнению. Назва дьет священник регионов. Очень доноска. И, наверное, более того, последние два уравнение в возникшем кристики перевалены. Вместо уравнение переноса тепла по уравнению. Вместо уравнение переноса тепла по уравнению. Вместо уравнение уравнение Польцмана с первыми моментами. То есть интегрирование с константой, интегрирование с ритусом в первой степени, интегрирование с квадратом импульса. Тогда интегрирование столкновения дает ноль. Видите, везде, в правой части он интегрировал столкновение ноль. А следующие уравнения, которые получаются интегрированные уравнения Польцмана вот со следующими координатами. Со следующими полиномами ритами. То есть интегрирование уравнения Польцмана вот с такими штуками. И пользуетесь, естественно, ортоговарностью, соответствующим полиномом формировании. И интегрирование уравнение Польцмана. Уравнение С в квадрате минус 5. Внимание! Первая это квадратичная форма по импульсам. Но не совпадающая с П в квадрате. А последняя тоже кубическая форма по импульсам. Ясно, что при интегрировании интегрирования столкновений с этими штуками, вы не ноль получите, но получите некоторое довольно-таки длинное выражение. В результате вот к этой системе уравнения довесится два здоровенных уравнения, определяющие вектор потока тепла и определяющие тензор давление. Выписывать на доске не буду. Они не так выглядят. Как бы бессмысленно их на доске выписывать. Надо просто структуру понять, что происходит. В результате суммаза вот эти вот три уравнения. И уравнения, страшное уравнение на тензор давление, страшное уравнение на вектор потока тепла, у которых есть, обратите внимание, правые части, связанные с интегрированием интегрирования столкновений. У вас грузуют замкнутую систему уравнений из тринадцати уравнений на тринадцати неизвестных. Значит, решайте на машине, анализируйте. Ну, наука, с одной стороны, скучна, с другой стороны, на самом деле, вообще для народного хозяйства полезна. Вот, вот, там. Ну, у маникривальщиков, ну, по крайней мере, а раньше был просто отдельный груз, посвященный просто соответствующему приближению, вот, который учил их непосредственно это дело еще и так. Вот, теперь легкое отступление от истории. Вот, вот, в Штатах было, в Северных Штатах было три федеральных программы. Значит, первая программа, это Манхэттенский проект, это разработка атомной бомбы. Вторая программа, это была лунная программа. В некотором смысле у нас тоже было две госпрограммы, ну, совпадающих с американцами. Атомная бомба и лунная программа, в которой мы опоздали. Но у американцев была еще третья федеральная программа, которая была нацелена на разработку и расчет лопаток для трубореактивных двигателей, истребителей. А вот, значит, просто важно понимать, что на самом деле денег на программу было истрачено больше, чем суммарно на Манхэттенский проект и лунную программу вместе взяли. Вот, на самом деле у нас не было этой программы, ну, естественно, огромное количество институтов именно на это дело считало. Важно понимать, что, ну, вот лопатка должна быть некоторым образом рассеивать, рассеивать струю реактивную. Вот, чтобы осуществлялось догорание, полное топливо. При этом, конечно, температура огромная, и никакой материал в течение длительного времени напрямую просто такой не будет. Утопления здоровые, скорость и сверхзвуковые, значит, образуются всевозможные ударные волны. Кроме чрезвычайно сильного механического воздействия, все огромное, просто температура вот здесь, ну, то есть расплавится все, все равно. Вот, поэтому необходимо было как-то так, вот так организовать струю, чтобы струя внутри лопатки, вот, ее лопатку охлаждала. Ну, то есть лопатка – такая очень хитрая структура, вот, значит, в которой поток налетающей, ну, практически плазмы, ее же и охлаждает эта лопата. Вот, значит, она такая очень хитрая форма. Так вот, как бы решается это вот, как бы анализируется система, как бы, вот 13 моментов уравнений Греда, вот, ну, правда, со сложными и очень сложными ограниченными условиями. Дальше вперед, идем на машину и вперед. Ну, вот, как бы, и вот затраты Гиняки, говорю, как радовно полгую, ну, несколько взятых. Вот это к вопросу о том, что, действительно, наука спущенная, но очень понятная. Так, ну, ладно, давайте нас сегодня отключу. А также мы займемся кинематическими явлениями, ну, например, твердых тела, то есть продвижимостью, электроники по проводности, диффузией, поближе к тому делу.